Приветствую вас, аноним. Вы не задаете какого-либо вопроса в своем тексте, а тот запрос, который у вас есть, он вызывает больше вопросов, чем ответов, потому что вы пишете, я не знаю, что делать, написать ему самой, или понять, что все кончено, и здесь больше нечего ловить. То есть это варианты. Не знаю, что делать, чтобы что. То есть какая цель у того, что вы сейчас хотите делать. Если вы хотите гармонизировать отношения, это одно. Если вы хотите разобраться в себе, это другое. То есть в зависимости от цели, в зависимости от цели уже можно и нужно вырабатывать стратегию. Стратегию решения проблемы. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите, значит, была ли я в чем-то серьезно неправа. То есть эта позиция достаточно деструктивная, потому что, ну, в человеческих отношениях правого и неправого нет. Нет правых и неправых. Есть просто люди, каждый со своей правдой, со своими чувствами, со своими представлениями, со своим видением отношений и так далее. И то, что вы вот дифференцируете вот позиции в разногласиях в ссорах на правую и неправую, уже свидетельствует о том, что тут у вас некоторое идет искажение и непринятие, возможно, себя и своих ценностей, которыми вы руководствуете. Вот. Соответственно, так можно вам ответить именно на вопрос на вас, исходя из того, что вот вы написали. Но. Понятно, что текст ваш, вот в целом весь ваш текст, он не про это. Текст ваш, он больше про вас саму. То есть это про здрах одиночества. Это про то, что у вас нет подруг. То есть это проблема с коммуникацией, проблема с налаживанием общения и с отношениями с другими, с окружающими людьми. Это, возможно, сексуализация, потому что вы говорите, что под, значит, требования современной красоты вы подходите на все сто. То есть вот вы, если соответствуете каким-то модным тенденциям сейчас, то вы, соответственно, для всех, вы одна, а на самом деле вы другая. Да? Сейчас вы говорите, что вот вы плачете, когда никто не выйдет и так далее. То есть это стыд. Это стыд. Это не искренность по сути. Это обман других и себя. Это желание касаться, а не быть. Понимаете? А это, опять же, не принятие себя такой, какая вы есть. Вот. Дальше. Ваш текст про потребность в семье, возможно, и детях. Что тоже желательно бы поисследовать. Для чего это вам? Ваш текст про восприятие мужчины. То есть вот вы говорите, что, значит, полгода назад я познакомилась с парнем, ему 26, начиналось все как дружба, веселое времяпровождение. Если начиналось все как дружба, это, в принципе, хорошо. Но вопрос заключается в том, насколько между вами много общего. Какое значение вы, возможно, придавали тому, что делали, ну, первые шаги? То есть вот, когда вы говорите, что первый поцелуй, да, и так далее. То есть какое значение вы этому придавали? Далее. Вы не обратили внимание на то, что мужчина, он вот после секса с вами сказал, что вот так ладно ему не было ни с кем. То есть это, по сути, идет в сравнении. То есть мужчина сравнил вас с другими. Это означает, что человек не воспринимает вас, опять же, аутентично. То есть да, он мог бы сказать, типа, вау, с тобой было классно, вау, с тобой было просто супер, божественно, и так далее, и так далее. Но без сравнения. А сравнение тоже говорит о том, что человек, ну, относится к вам так же, вот, сравнительно. И отчасти это сможет быть связано с тем, что вы себя так позиционируете. То есть вы себя позиционируете так, что вас можно и нужно, и хочется сравнивать. То есть если вы говорите, что я подпадаю под рамки современной красоты на 100%, это говорит о том, что вы себя так позиционируете, как своего рода товар. При том, что вы игнорируете свои чувства, да, при том, что вы их не выражаете, при том, что вы их стыдитесь, при том, что, как бы, вы называете душевным стриптизом то, что в норме является искренностью. Это вот свидетельствует о том, что вы сами, сами обесцениваете свою внутреннюю ценность, свою духовную ценность. И я могу ошибаться, но с сексом вы поспешили. То есть между первым поцелуем и, допустим, с сексом у вас прошло, ну, вы тут не пишете, но не очень, судя по всему, много времени. Вот. И, опять же, бывает по-разному, да, бывает по-разному, но у вас, вот, исходя из того, что вы написали, что вы игнорируете чувства свои, что вы позиционируете себя как товар, что вы воспринимаете мужчин как мужчин, а не как людей. То есть, вот, именно иметь личностного взаимодействия у вас достаточно мало, ну, опять же, я могу ошибаться, но так вот это видится. И все. И вот готовый рецепт того, почему у вас ничего не получилось. То есть мужчина, по сути, относится к вам так, как вы относитесь к себе, как вы позволяете к себе относиться. Это неприятно, но это так. То есть человек не стал бы относиться к вам, как бы, ну, как-то иначе, да, если бы вы этого ему не позволяли бы. Вот. То есть здесь такой аспект. Дальше, значит, так. И далее у вас происходит взрыв. То есть вы очень долго в себе держали, очень долго терпели, а сразу не дали понять человеку, что вам, там, к примеру, что-то не нравится, что вам, к примеру, что-то не по душе, вот, вы сразу этого человеку понять не дали. Он думал, что все хорошо, вас этого не устраивало, вы взорвались. Вы взорвались. При том, что, как бы, возможно, в реальном времени вы не давали мужчине понять, что именно вас не устраивает. И человек был уверен, что все хорошо, понимаете. И вот, как бы, ваш взрыв, он, по сути, мог бы принять, как истерику, истерику, да, просто истерика, типа, что вот, все было хорошо, а потом внезапно вы просто начали вредничать и, типа, все. Вот, не очень понятно, почему вы, вот, опять же, сравниваете себя с другими девушками, да, то есть, говорите, что вот, там, в отличие от других девушек, я, там, не делаю того-то, того-то. Не очень понятно, почему вы не согласились на переезд к нему, если он вас звал. То есть, опять же, вы говорите, я не хотел форсировать события, но, простите, человек, человек сам, сам, да, человек сам вас звал. О каком форсировании здесь идет речь? То есть, такое ощущение, что вот, ну, близости, близости вы боитесь, вот. Хотя, ну, тут, конечно, есть возможные варианты, вот. И, в целом, вот, то, что, как вы себя чувствуете сейчас, вот вы говорите, что, значит, что мне стало обидно, обидно, что вот он, значит, предложил мне, там, провести время, как-то. Опять же, тут хочется спросить, а, как бы, что вас навело на мысль о том, что человек мог как-то по-другому. То есть, откуда ввели требования чего-то другого, да? Вы говорите, что он вам ничего не дарил, что он для вас ничего не делал и так далее, вот. А откуда требования были, что он это должен делать, должен делать? И, как вы, вот, ну, воспринимали, как вы восприняли, то, что он так поступал с вами? Дальше, обида, с чем связана обида, то есть, чего вы ожидали и чего вы хотели. Дальше, значит, так, как подумаю о нем, слезы наворачиваются, без него мне плохо. Ну, продолжают такие отношения, где я явно не в списке приоритетов, в МЧ, тоже нет сил. Ну, вот, здесь, понимаете, есть достаточно важный момент, который мне хочется выделить. Момент заключается в следующем. Что вы подразумеваете под списком приоритетов? То есть, вы у мужчины занимаетесь то место, которое, а, вы обозначили сами для себя, и, б, ну, которое соответствует тому, что, как сейчас мужчина может вас воспринимать. И, когда вы говорите о том, что я не в приоритете мужчины, ну, это, опять же, звучит так, как будто вы не чувствуете себя, немножко, вы знаете, такой, самодостаточный, что ли, что ли. Вот, и, опять же, я вас не обвиняю, да, нет такого, нет такой цели вас чем-то обвинить. Но, просто, мне кажется, что, вот, этот момент, он должен быть происследован, потому что, совершенно очевидно, что у вас это важно, ну, как и то, собственно, что вы чувствуете себя, вот, эм... одиноко, то есть, у вас, э, одиночество, язык, потому что вы не принимаете себя, вот, такой, э, какая вы есть, э, вы не принимаете себя, своих, э, значит, э, желаний, своих, э, чувств, своих потребностей, если вы, вот, игнорируете это, э, э, стыдитесь этого. Это всё, тоже, очень, э, серьёзное оказывается действие и влияние на вас. Вот. Поэтому, поэтому, эм, тут вот, тут вот так. То есть, тут, э, такая вот история, э, такой момент, э, на мой взгляд, можно выделить. Эээ, соответственно, э, вот, с вашими потребностями, с вашими чувствами, с вашими желаниями, и, возможно, э, 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 к некими представлениями о себе, да, и нужно работать, в первую очередь. Эээ, вот, как мне видится это. А дальше уже, э, будет, э, понятно, дальше уже будет понятно, э, где и как у вас имеет место быть, э, ну, проблемы, и, как эти проблемы, э, можно будет решать. Вот. Эээ, то есть, я, я думаю, что, э, вот, такой ответ, вам, в принципе, можно дать. То есть, вы, ну, постарайтесь определиться, э, с тем, э, что вы хотите, вообще, что вам нужно. Вот. И дальше уже можно будет помочь вам. Вот. Ян здесь у вас, у вас, вот, идёт, э, попытка заместить, э, дополнить, э, то, чего не хватает вам, э, через, э, вот, человека. Это, не, не то, чтобы, э, прямо, плохо, э, очень, э, но это, э, вносит, определённый, деструктив, в отношения. Вот. Эээ, как-то так, э, можно, э, вам ответить, э, надеюсь, что, э, для нас это было, э, полезно, э, если вам понравился мой ответ, э, буду благодарен, э, если, э, сделаете мой ответ лучшим, э, э, я вам желаю, э, всего, самого доброго, удачи, и надеюсь, что, э, ваша ситуация разрешится.